Вода уже подошла к самой отмостке. Сейчас я вам это покажу. Вот получается, вот она отмостка кончается, а вот она вода. В воде всё. Ещё в понедельник, когда я вызывала администрацию, здесь воды не было. Здесь мы проходили замглавы. Сейчас уже вода даже за забором. Кустарники, деревья, места для посадок – всё подо льдом. На богатый урожай из-за переувлажнённой почвы в этом году уже и не рассчитываем, продолжает свой комментарий жительница Буреи Галина Богомолова. Воды ручья, протекающего через посёлок, её приусадебный участок подтапливают ежегодно. Правда, так близко к дому. Последний раз вода подходила четыре года назад. Ситуация хоть и знакомая, говорит женщина, но переживания за состояние дома не дают покоя. Обращения в администрацию были. Я обращалась и в районную, и в поселковую администрацию. И администрации принимают действия. Вроде стараются, но слива воды до сих пор не сделана. Администрация спасает дороги районного значения. Я понимаю их прекрасно, что надо пропускать автомобили. Железная дорога спасает свою железную дорогу, потому что там тоже идёт подтопление. Получилось так, что мой огород стал самым низким местом, и вся вода собралась ко мне. Честно говорю, не знаю, что делать и как быть. Ответы на злободневные вопросы жительницы подтопленного дома дают в администрации Бурейского района. При этом там отмечают, письменного обращения от женщины не было. Тем не менее, прочистка русла, ручья и возведение дамбы вблизи с домом Галины Богомоловой уже ведутся. К слову, от грунтовых вод в посёлке сейчас страдают жители сразу четырёх улиц. Работы по устранению наледи начались 18 января. Русло ручья, протекающего через дороги 50 лет октября, улица Желебовского, улица Кировская, очищена вода. Свободный доступ к проходу воды под мостами, в том числе и РЖД, обеспечен. Кроме того, дополнительно на улице Западная, 19, во избежание возникновения локального ЧАЭС, очищено русло ручья, которое подтапливает близлежащие районы. Немало хлопот грунтовые воды доставляют и жителям других муниципалитетов области. Так, в Тенде ежегодно подтапливают территорию в районе автостанции. С начала февраля с наледью там борются работники муниципального предприятия «Чистый город». За четыре дня они вывезли более 500 кубов льда. Из года в год топят улицы и в Чигирях Благовещенского района. В декабре 2020-го из-за разлива местных ключей в селе ввели режим ЧАЭС. Последствия буйства подземных вод там устраняют второй месяц.